В этом видео покажу, как сделать и украсить плетеную подставку для пасхальных яиц. Привет, меня зовут Лилия и вы на канале Лилия Диавэй Артсторис. Из плотного картона вырезала кружок диаметром примерно 7 см. Делю его на 19 частей. Чтобы такое плетение получилось, количество делений должно быть нечётным. Из деревянных шпажек толщиной 3 мм нарезала 19 палочек длиной по 15 см. Палочки наклеиваю на картонный кружок по меткам, направляя их концы к центру. Смещаю внутрь на 2 см. Ссылки на материалы, которые покупала через интернет, я оставлю в описании под этим видео. Для плетения использую джутовый шпагат толщиной 8 мм. Шпагат сначала наклеиваю витками в центр картонного кружка. Когда кружок закрыт полностью, перехожу к плетению, заводя шпагат змейкой между палочками. И плету практически до самого конца. Последний ряд закрепляю термоклеем. Выступающие концы палочек отрезаю. Диаметр тарелки получился 31 см. На край наклеиваю тесьму, которая не только украсит тарелку, но и скроет концы палочек. Получилась вот такая подставка. А теперь буду делать декоративную фигурку курочки. Нарисовала шаблон. Ссылку на его скачивание вы найдете в описании под видео. Шаблон вырезаю и перевожу на пенополистирольную плиту толщиной 2 см. Это строительный материал, который, соответственно, можно купить в строительных магазинах. Но вместо такой плиты можно использовать и толстый картон, например, гофрокартон. Такая плита отлично режется обычным канцелярским ножом. Но края будут не идеальными. Но это и не страшно, так как всю поверхность я буду заклеивать бумагой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кусочки и оклеиваю ими всю поверхность фигурки. В качестве клея использую прозрачный акриловый лак. Если у вас нет такого лака, можно взять клей ПВА и, если он густой, слегка его развести водой. Кусочки бумаги укладываю на поверхность, а затем мягкой кистью распределяю лак по бумаге, плотно прижимая. Бумага намокает и становится податливой на криволинейных участках. При этом образуются небольшие заломы. Но это и неплохо, так как придает поверхности некоторую фактурность. Сначала оклеиваю все торцы, а затем остальные поверхности. Когда все будет оклеено, бумаге нужно дать хорошо высохнуть. Готовую фигурку окрашиваю акриловой краской легкого бежевого оттенка. КОНЕЦ После высыхания краски с помощью того же шаблона перевожу на фигурку линии и рисую глазки и гребешок. КОНЕЦ Светлым розовым тонирую гребешок, чтобы слегка завуалировать яркий красный. Этим же розовым прохожусь по контурам, ребрам фигурки, тем самым придавая ей четкость. И фигурка готова. А для ее украшения буду использовать искусственные цветы и веточки. Напоминаю, что ссылки на материалы, которые покупала через интернет, я оставлю в описании под этим видео. Это вставки для цветов. А эти небольшие красные цветочки я сняла с букета. Белые цветы также были элементом букетика. Зеленые веточки тоже часть одного небольшого букета. Все элементы распределяю и приклеиваю с помощью термопистолета. С обратной стороны фигурки я сначала хотела цветы наклеить точно так. Но потом мне показалось, что это будет слишком насыщенно. Поэтому на этой стороне сделала композицию более легкой. Получившуюся фигурку наклеиваю на плетеную подставку. Но для дальнейшего хранения фигурку лучше не приклеивать, а закрепить проволокой. Для этого фигурку наклейте на кусочек картона, например, квадратик размером 5х5 см. Сделайте в картоне пару отверстий и через них закрепите проволокой к плетеной подставке. Я, наверное, потом так и переделаю. Вокруг фигурки укладываю немного древесного наполнителя. Он добавит не только декоративность, но и придаст яйцам устойчивость на такой плоской тарелке. Кстати, если не хотите или не получается плести подставку, можно использовать любой готовый подходящий поднос или тарелку. Надеюсь, вам понравилось. Тогда можете поддержать это видео лайком и написать несколько слов. Это помогает в продвижении ролика и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале. Субтитры создавал DimaTorzok